31 марта для жителей станицы Анастасиевской памятная и скорбная дата. 81 год назад бойцы Красной Армии в результате кровопролитных боев освободили этот населенный пункт от немецко-фашистских захватчиков. Свой день победы жители Анастасиевской отметили на мемориальном комплексе, где прошел торжественный митинг. Торжества проходили на мемориальном комплексе в центре станицы. Именно здесь в 1943 году после освобождения Анастасиевской жители, в основном это были женщины и дети, хоронили погибших советских солдат. На первом памятнике значилось 465 фамилий. Сейчас после проведенных поисковых работ на гранитных плитах высечено более 3000 имен советских воинов, сложивших свои головы за освобождение станицы. Сегодня, 31 марта 2024 года, мы все отмечаем святую для каждого из нас дату. 81 годовщину со дня освобождения станицы Анастасиевской от немецко-фашистских захватчиков. Сколько бы ни прошло времени, сколько бы ни минуло десятилетий, на памятный день освобождения навсегда останется одним из самых светлых и значимых праздников для каждого станичника. Желаю вам, дорогие земляки, гости, желаю крепкого здоровья, мирного неба, любви и согласия в семьях, новых успехов, всего самого доброго. Нашей любимой станицы Анастасиевской благополучия и процветания. С праздником, дорогие друзья! В числе почетных гостей торжественного мероприятия был председатель районного совета Григорий Литовко, для которого станица Анастасиевская является Малой Родиной. А день ее освобождения – особый праздник. Я хотел бы от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Сенеговского, от имени совета района, от себя лично, поздравить всех нас с этой замечательной датой. Сегодня, наверное, самое главное – знать историю, знать правду о той страшной войне, о той оккупации восьмимесячной, которая была в нашей станице. Сегодня мы склоняем голову перед памятью всех поколений, которые защищали нашу Родину, наших отцов, дедов, прадедов, которые не вернулись с полей сражений, наших ребят, которые в нынешнее время сложили голову за имя, за наше будущее, за наших детей, за наших внуков. Низкий поклон. Подрастающее поколение помнит и чтит историю Великой Отечественной войны, историю освобождения своей малой Родины от немецко-фашистских захватчиков. Солдатам-победителям они посвятили стихи. Я в солдатчики играю, это детская игра, но я знаю, этот Велда создан мирно для добра, чтоб войну не знали дети, чтоб был мирным небосвод и остался чтоб игрушкой навсегда пехотный взвод. За годы войны из станицы на фронт ушло свыше трех тысяч анастасиевцев. Более половины из них не вернулись, 300 были замучены в фашистских концлагерях. В память о тех, кто сражался, не жалея ни сил, ни жизни, чтобы спасти свою страну, свой народ от гибели, анастасиевцы почтили минуты молчания, а после к вечному огню возложили цветы. Продолжилось памятное мероприятие в сельском доме культуры, где для станичников был подготовлен праздничный концерт.